здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала третейнина с вами я не на третейниченко буду сегодня рассказывать истории из жизни вот чтобы вы немножко имели представление о том что происходит сейчас на украине или в украине как вам нравится так и так и так можно сказать связи с последними событиями в связи с на с вероломным нападением россии на суверенную независимую украину я буду рассказывать из первых рук то что называется о знакомых друзьях и родственниках моих и моего мужа то есть это не то что вы увидите или услышите в телевизоре а это вот то что люди рассказывают что происходит с ними на данный момент и так я начну с моей племянницы она живет в доме в котором вырос мой муж я собственно говоря тоже там жила на протяжении двух лет то есть он помогал моему же строить этот дом и погреб строить кстати погреб там такой что выдержит чуть ли не ядерный взрыв на века построена и люди которые там живут наши родственники они до сих пор благодарят и моего мужа и его отца за то что построил такое прекрасное бомбоубежище ну если говорят если говорить об этих родственниках мы с ними связываемся довольно часто когда воздушная тревога они прячутся в этом подвале бывает что воздушная тревога по пять раз в день и приходится все бросать и прятаться а прятаться действительно есть от чего к ним две недели назад что-то прилетело не знаю что ракета бомба я в этом слабо разбираюсь короче говоря у них там очень прочный был бетонный забор там сейчас в этом заборе дыра трехметровая там где был забор выбиты стекла выбиты окна во всем доме дом достаточно большой кирпичный кстати когда я разговаривала со своими родственниками они сказали что те люди у которых пластиковые окна у тех эти окна выдержали вот получилось у меня такая реклама пластиковых окон я совершенно не собиралась этого делать так получилось ну и через дорогу у соседей у них там сразу рядом с дорогой сарай там конечно немножко крыша пострадала вот но с тех пор они очень боятся знаете не хотели уезжать все же дом хозяйства консервация все такое куры куда же без кур а теперь вот спрашивают как можно уехать как можно хотя бы ребенка заберите мальчику 8 лет но вот такая ситуация про эмиграцию я сейчас не буду рассказывать есть там варианты сейчас немножко другая тема теперь буду рассказывать о родственниках моего мужа это его двоюродный брат родственники его и его жены короче говоря на украине брат его сейчас уехал с женой двоюродный брат моего мужа уехал женой с невесткой или как по-русски соснохой да и с ребенком они сейчас в италии но жена собирается вернуться потому что и полгода до пенсии и как бы нужно находиться там чтобы но все же человек работал на пенсию чтобы получать пенсию понимаете да вот эти полгода то есть она наверное вернется потому что сейчас в киеве стало не так страшно тоже постреливает но не так страшно и многие возвращаются кстати говоря уже вернулись 850 тысяч может быть меня не все киевляне но из тех четырех с половиной миллионов которые бежали за границу 850 тысяч уже вернулись люди хотят жить дома никому не нравится где-то скитаться пусть не так хорошо как раньше пусть зато дома вот так вот рассказываю родственники у нас есть в иванкове про иванков вы наверное слышали туда российские войска сразу вошли сейчас иванков освобожден но россияне говорят никто его не меня никто эти территории не освобождал ну короче говоря ушли русские можно и так сказать я я не хочу по этому поводу ни с кем не ругаться не спорить я просто рассказываю истории жизни вот квартира не пострадала где жила вот эта наша родственница ира ее зовут и она уехала она где-то в какой-то другой области но квартира цела и не разграблена слава богу другие родственники которые жили в Винницкой области не помню точно но в общем они жили на территории где были русские войска один дом одних родственников полностью уничтожен но зато осталась летняя кухня вот они туда вернулись живут в летней сейчас а у других родственников разграбили квартиру вынесли все что можно было а то что нельзя было вынести побили все побили потрощили поломали вообще целого места в доме не осталось унитаз там то что нельзя вынести да в общем надо делать ремонт надо всю технику покупать новую вот так воюет российская армия это не из телевизора новости это я рассказываю то что нам рассказывает очевидцы наши друзья знакомые ну и теперь расскажу еще немножко о людях которых я считаю настоящими героями нашего времени это сокурсница моего мужа вместе учились в институте она проживает в германии замуж вышла давно очень давно она уж там лет тридцать живет она сейчас помогает украинцам которые туда переезжают но сначала помогала знакомым нашли договорились они со своими друзьями немцами у них стояла пустая квартира у этих знакомых а сами они ну не знаю или куда-то уехали или раньше сдавали это не имеет значения но эту квартиру надо было привести в божеский вид надо было привести в порядок перед тем как туда поселить беженцев и вот это наша хорошая знакомая она сама лично занималась ремонтом это все чтобы вы понимали это волонтеры никто им за это не платит это люди у них позыв сердца помогать людям позову сердца вот отремонтировали квартиру поселились там украинцы и кто-то узнал что вот эта женщина наша хорошая знакомая прекрасно владеет и русским языком естественно она из Киева переехала кстати это ее родной язык русский не украинский и немецкий поскольку она там живет много лет и теперь ее постоянно приглашают переводить то есть она тоже волонтерит везде ездит вот приезжают автобусами украинцы которые не знают по-немецки ни слова вот она переходит мне кажется что такие люди достойны того чтобы о них знали если бы было побольше таких людей наверное и войн бы не было вот на этой оптимистической ноте я закончу свое повествование до свидания до новых встреч в эфире